Регулятор, из-за которого украинцы платили за свет на 60% больше, взят под стражу. Владимир Евдокимов взят под стражу. Он один из регуляторов, который причастен к тому, что украинцы в течение 5 лет переплачивали за электроэнергию на 60% выше реальной стоимости. Однако он только начало цепи государственных чиновников, которые организовали аферу Rotterdam+. Национальное антикоррупционное бюро и специальная антикоррупционная прокуратура предъявили Евдокимову обвинение в причастности к нанесению убытков за внедрение преступной формулы Rotterdam+. Сумма убытков 18,8 миллиардов гривен. Евдокимова просили взять под стражу с залогом в 50 миллионов гривен. Прокурор САП обосновал эту сумму тем, что есть высокий риск вмешательства в ход следствия. Прокурор САП выразил опасение, что регулятор может сбежать, потому как уже 4 из 6 подозреваемых по этому делу пустились в бега и скрылись за границей. Кроме того, САП уверены, что Евдокимов может оказывать давление на свидетелей обвинения. И кроме того, выход под залог позволит ему спрятать или уничтожить документы и вещественные доказательства, которые необходимы следствию. Важно отметить, что прокурор и САП не просто так высказывают опасения по поводу Евдокимова, потому как обвиняемый уверен в своей неуязвимости перед законом. И кроме того, он имеет связи с чиновниками НКРКУ на самом высоком уровне. А поэтому взятие под стражу Евдокимова это только первый шаг на пути расследования аферы, в результате которой 5 лет нагло обкрадывали целый народ страны. А тем временем первый пошел. Подозреваемый Порубий подготовится к этапу. Против подозреваемого в преступлениях гражданина Порубия возбудили первое уголовное дело. Отмечается, что ВРУ отменило депутатскую неприкосновенность и сейчас Порубий полностью открыт для правосудия и законного решения суда. Эксперты отмечают, что заряд преступлений подозреваемому гражданину Порубию грозит большое заключение. Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной Рады Андрея Порубия. Порубия подозревают в препятствовании осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму, либо деятельности официального наблюдателя. Часть 4 статья 157 УК Украины. Отдельные сотрудники прокуратуры начали расследовать предупреждения представителям предыдущего режима о грядущих коррупционных расследованиях и задержаниях. По словам источника, прокуроры, симпатизирующие экс-президенту Петру Порошенко и членам его режима, просят тех покинуть Украину и выехать в страны, которые не выдают украинских граждан по процедуре экстрадиции. Появились и первые расстрельные списки. По нашим данным, добрые люди в прокуратуре уже обзванивают друзей Порошенко с предложением срочно уехать на несколько месяцев из страны, иначе те сядут. Рекомендуют ехать в страны, откуда не выдают – Великобританию и Израиль. Также были упомянуты ближайшие цели расследования. Правоохранители, по данным источника, будут преследовать тех представителей власти, которые получали аграрные дотации от государства и сидели на армейских потоках. Сверху дана команда работать по определенным людям с оптическим прицелом. В зоне риска, получавшие дотации из бюджета в сфере АПК, агропромышленный комплекс, или поставлявшие дорогое оборудование государственным компаниям. Добавили. Первыми будут задержаны Косюк, Бирюков, Кононенко, Аграновский, Луценко, Порубий, Пашинский и Ко. Порошенко и верхушку режима хотят запаковать последними под пристальным вниманием международных правозащитных организаций и международных телеканалов. По словам осведомителей, кто-то слил тысячи страниц страшнейшего компромата на членов режима Порошенко. Есть доказательства причастности отдельных лиц режима к расстрелу Майдана и другим эпизодам кровавых преступлений в Украине. Пашинский и Порубий также перестали выходить на связь, как и Порошенко, после отмены депутатской неприкосновенности. Кононенко уже покинул страну Грановский, сидит на вилле в Испании и думает экстренно бежать в Лондон. Гонтарева в больнице в Лондоне, Грановский сбежал в Израиль, а также не выходит на связь. Луценко не появляется по адресу постоянного проживания. Турчинов также исчез. К слову, недавно Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность. Теперь каждый член режима Порошенко, попавший в РУ, полностью открыт для прокуроров и следственных органов. Зеленский публично пообещал украинскому народу, что никто не избежит наказания за разграбление страны во время войны с Россией. Дальше еще интереснее. Друг Порошенко также идет в суд. Пять лет за 22 миллиона на ветеранах. Артур Деревянко имеет седьмой ранг государственного служащего. Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование, начатое в апреле. Направили в суд обвинительный акт, который составлен в отношении бывшего руководителя госслужбы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции. 54-летнего полковника запаса Артура Деревянко. Экс-чиновника подозреваются действия с присвоением 22 миллионов гривен, которые были предназначены для психологической реабилитации пострадавших во время боевых действий на Донбассе и участников антитеррористической операции, информирует пресс-служба ГБР. Следователи установили, что в 2015 году данная служба заключила соответствующие договоры с субъектами хозяйствования о финансировании реабилитации. Но информация о количестве воинов, якобы получивших необходимую помощь, не соответствовала действительности. Согласно информации следователей ГБР, Деревянко заверил фальшивые документы, не осуществив перед этим проверку достоверности данных, указанных в актах. Этим чиновник способствовал присвоению злоумышленниками 22 миллионов бюджетных гривен. ГБР подозревает Деревянко в служебной халатности, повлекшей тяжкие преступления. То есть его действия квалифицировали по части 2, статья 367 УК. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Отметим, что за главы Киевского городского союза ветеранов Афганистана Артур Деревянко распоряжением Кабмина был назначен председателем государственной службы Украины. Под делом ветеранов войны участников АТО 10 сентября 2014 года. Ну а что же все-таки происходит с Порошенко? Когда его возьмут наручники? Ширмы скоро не будет. Роман Труба рассказал, когда Петра Порошенко приволокут на допрос в наручниках. На данный момент УПК не дает возможности принудительного привода. Бывший президент нашей страны Порошенко стал счастливым обладателем целой крипы уголовных дел. С каждым новым украинцы все больше удивляются тому, сколько же успел натворить политик, однако сам он не спешит отвечать за содеянность совершенно. Так, одним из хобби Петра Порошенко стало игнорирование повесток ГБР для проведения следственных действий. Теперь же его глава Роман Труба прокомментировал очередную неявку экс-гаранта, которую тот совершил вчера. Он отметил, что теперь уже народный депутат использует удачную отговорку для своей неявки – работу в парламенте. Труба также рассказал, что Петру Алексеевичу направят еще одну повестку, но в то же время пожаловался, что норму УПК на данный момент не дают возможности осуществлять принудительный привод. Вся надежда на 1 января следующего года, когда вся картина может кардинально поменяться. Руководитель ГБР напомнил, что во вторник, 3 сентября, Петр Порошенко снова решил избежать встречи со следователями ведомства, прислав вместо себя адвоката с запиской. Мне говорилось, что нардеп теперь очень занят работой в Верховной Раде и явиться на допрос не может, а ведь в этот раз его должны были проверить на полиграфе. Роман Труба практически уверен, что этот же аргумент Порошенко и дальше будут успешно использовать, а доставить его под белые рученьки можно теперь уже, потому что с депутатов сняли депутатскую неприкосновенность. Так как лишили парламентарии иммунитета себя и всего через 3 месяца этой привилегией пользоваться не смогут, а значит принудительный привод станет возможным. Как сообщал портал Стена, помимо Петра Порошенко у ГБР есть еще масса чиновников, которые принесли немало бед нашей стране. Что будет с нардепами без прикосновенности? Что теперь с ними будет и как поступит Зеленский? 3 сентября Верховная Рада Украины 9 созыва проголосовала за важный закон о снятии депутатской неприкосновенности. Этот день войдет в историю Украины, как день, когда мечты украинцев начали сбываться. Данный закон является законодательной инициативой президента Украины Владимира Зеленского. Вступит в силу 1 января 2020 года. Однако не все так просто оказалось с этим законом, как ожидалось. И все дело в том, что закон снимает ограничения на возбуждение уголовных и административных дел против народных депутатов. Теперь не нужно разрешения парламента для начала процессуальных действий. И вот у депутатов остается индемнитет, привилегия депутата на свободные выступления и голосования в парламенте. То есть депутатам разрешено говорить, что вздумается, не считая ответственности за оскорбление и клевету. И голосовать как вздумается. Так что принятый закон всего-навсего в криминальном праве понижает народных избранников до уровня простых людей. В кулуарах Верховной Рады входит мнение, что Петр Порошенко будет первым политиком, кто испытает новый закон на себе. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с вице-президентом США Майком Пенсом ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, встреча состоялась в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях. По случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, Пенс заверил, что США не изменят позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Зеленский отметил, что Украина решительно настроена на трансформацию, отметив, что в первый день работы нового парламента было зарегистрировано более 70 законопроектов, которые, среди прочего, предусматривают преодоление коррупции.